Приветствую! Хочу рассказать художественные новости. Новости у меня такие. Вчера я себе купила подарок на день рождения. Решила приобрести себе профессиональную пастель. Решила в этой технике порисовать и вообще попробовать, что это такое профессиональная пастель. К сожалению, здесь в Таиланде, в городе Чангмай, где я живу, выбор профессиональной пастели невелик. Точнее сказать, его тут нет совсем. Тут только один вид профессиональной пастели нашелся. В двух магазинах, которые я знаю, других магазинов я тут не знаю, где товары для художников продаются. Это был магазин B2S, наверное, это по-английски звучит, в гипермаркете Central Festival. Это была французская пастель Канте Апарис. Сейчас я ее покажу. Вот так выглядит коробочка, достаточно небольшая по сравнению с рукой. В ней три ящичка. Всего в ней 36 цветов. Стоила она как самолет. Я проверила по интернет-магазинам. В Англии она стоит столько же. В России как-то она не особо представлена у меня. Этой марки были цветные карандаши акварельные когда-то. Поэтому я решила, что это качественная вещь. Ну, за такую цену она должна быть качественная. Стоила она 2600 бат. И тут никаких промежуточных не было вообще вариантов. Только либо детская масляная пастель за 100 бат, либо сразу за 2600. Ну, так как день рождения у меня был недавно, юбилей, у меня много подарочных денег было. И я решила себе вот такой подарок сделать. Профессиональную пастель. Сейчас я покажу, что внутри. Один ящик я уже вытащила. Второй ящик выдвигается вот так вот. И третий открывается просто сверху. Как шкатулка. Неудобно одной рукой камеру держать, другой открывать. Вот. Вот так вот она выглядит. Достаточно тоненькие мелочки. Я уже ими успела порисовать. Вы видите, они уже потрескались. Ну, так и должно быть. Пастель она всегда ломается, сухая. Что могу сказать о ней? Во-первых, сейчас покажу работу, которая у меня получилась. Ну, пастель, безусловно, это получше, чем вот эта вот масляная детская. Вот такая работка получилась. Сейчас положу ее. Вот. Было сложно, но я еще взяла не совсем ту бумагу, какая нужна. Я взяла бумагу акварельную. А у меня была и пастельная. Но вот почему-то пастельную я не захотела брать в тот момент. И на акварельной бумаге не очень хорошо как-то ложилась пастель. А потом я попробовала на пастель. На пастельную она лучше ложится. Она оказалась достаточно твердая. Я считала, что она будет очень мягкая. Я перед этим почитала. Самая крутая, самая дорогая, это самая мягкая пастель вообще какая может быть, которая прям вообще ложится, как я видела в мастер-классе, идеально. Это ложится хорошо, но все-таки она, на мой взгляд, твердовата. Хотя, конечно, колористическая гамма приятная. Мне очень понравилось. Но не хватает темных оттенков. То есть, прям хочется таких темных-темных. Из темных-темных только черный. Даже коричневый достаточно светлый. Но я вышла из ситуации так. Я немного скомбинировала свою вот эту масляную пастель, которая у меня была. В ней были темные цвета красивые. С вот этой вот. То есть, вначале я нарисовала работу полностью вот этой пастелью. Вот эту работку. А потом добавила немного темных пятен еще масляной пастелью. Но я думаю, что если чисто на бумаге пастельной рисовать, то, может быть, вот эти вот тона, которые на белой смотрелись недостаточно темными, они на темном фоне будут... Ну, в общем, короче, не знаю. Буду пробовать. Буду пробовать. Так, надежда есть, что из этого можно выжать что-то интересное. Мне нравится, что, в принципе, получилось рисовать послойно. Хоть меня убеждали, что это невозможно пастелью. Нет, это возможно. Для этого просто нужна достаточно мягкая пастель. Я видела в мастер-классе. Прекрасно все ложится так же, как масляные краски друг на друга. То есть, делаешь темный фон, сверху делаешь светлую прописку. Ну, как прорисовку этими мелками. Конечно, когда я приеду в Россию, я думаю, если этот материал мне еще будет удовлетворять, то я себе приобрету отдельно мелков дорогих. Вот из того, что я прочитала, самая крутая фирма, которая мягкую, очень мягкую пастель производит, сухую, это немецкая фирма Шминки. И вот я мечтаю о том, чтобы вот потом отдельно еще поштучно купить пастелек Шминки. Ну, а так пока вот вся, нахожусь я сейчас в предвкушении того, что у меня будет получаться дальше.